Кто защищает виновного, сам на себя, он увлекает обвинения. При этом я сегодня буду рассказывать о своём опыте в прохождении ДНК-теста в генеалогических целях. И я совершила огромную ошибку, когда не сделала это видео сразу после поступления самых первых результатов, потому что тогда оно было бы насыщеннее, эмоционально более выдержанное и более насыщенное, наверное. Ну, в прошлом не воротишь, как говорится, рассказываю в спокойном состоянии. Итак, когда вы делаете заказ? Я делала самый дешёвый, потому что удовольствие это совсем не копеечное. Но предполагается, мы рассматриваем недели по обоим сторонам, то есть и по женской, и по мужской родове. И рассказывает о родственниках в пяти коленах глубином. Что-то я запыхалась. В общем, когда вы делаете заказ, вам присылают некий пакет, в котором есть инструкция и материал для взятия у самого себя, материал ДНК. Представляет собой такую, знаете, миниатюрную пробирку из пластика, закрученная пробкой. И к этой пробке такая щёточка присоединена. Ей нужно внутри щеки несколько раз некоторое время поводить, чтобы набрать материала. И обратно закрутить вот в эту самую пробирочку и отправить в лабораторию. Желательно заказывать письмо, чтобы можно было отслеживать, где находится посылка. И ждать, пока она дойдёт. Значит, не знаю, как делать остальные лаборатории. В той, которую делала я, я оставлю у неё ссылку внизу в описании. Там не приходит ответ в бумажном варианте, то есть нужно дожидаться, пока она до тебя дойдёт. А они создают лично для тебя аккаунт на своём сервере, дают тебе логин и пароль, и там можешь смотреть свои результаты. Ну, не надо каждый день заглядывать, где же, где же, где. То есть, когда в самый первый результат поступает, приходит на e-mail письмо. Но, вот, где-то пропадают они ДНК 3 недели, прибавьте к этому время, которое будет идти до лаборатории. Вот, и, собственно, приходят первые результаты. Какие результаты были у меня? Это предоставление электронного контакта тех людей, которые в мире сделали тоже этот такой тест. И у нас есть совпадение по ДНК. То есть, мы являемся родственниками максимум в пятом колене, потому что я делаю именно на пять колен тест. То есть, причём со временем, то есть, те люди, которые позже делают тесты, они потом проявляются в этом перечне. Потому что, допустим, когда я получила первый результат, было 160 человек, сейчас их уже больше 170. Вот, и показана такая, скажем так, карта миграции вашей коллогруппы. То есть, у меня результаты были какими? Я удивилась. Значит, так, я буду тут называть Европу, имейте в виду, что они почему-то считают, что Европа и Россия – это одно и то же. Значит, один процент, вот то, что меня очень сильно удивило, коренные американцы у меня есть, оказывается, в крови. Значит, 67% – Восточная Европа, значит, 20% – Финляндия, Северная Сибирь, 9% – Скандинавия, 3% – Северо-Восточная Азия. Вот, собственно, вот так. Вот из таких мест мои дальние-дальние-дальние-дальние-дальние-дальние предки таких вот. Конечно, меня очень удивили коренные американцы, это, ну, Скандинавия, в принципе, предсказуемо. Вот такие были у меня результаты. Я просто тут скакала по квартире, как бешеный заяц, когда я всё это увидела. Вот, то есть эмоции были невероятными. Так, у меня кто-то спрашивал, есть ли какая-то вот лицензия, как-то, я не знаю, которая подтверждает, что недоставённость этих сведений. Пока мне не задали этот вопрос, я даже не задумалась на эту тему. Как говорится, доверяйте. Вот, ну, насколько мне известно, лаборатория такого сертификата мне предоставляет. Хотя я тут могу заблуждаться, но мне такой не присылали. Так, что ещё? А, я сделала большую ошибку, когда... Я сожалею, что я отправила в зарубежную лабораторию, мне делали в Техасе, в Хьюстоне, и всё это. Потому что результаты они на английском языке, читая английском Махова, браузер тоже переводят как-то не совсем, не до конца корректно. Вот, почему же я сделала именно в зарубежной лаборатории? Дело в том, что я в онлайне, древо у меня, на зарубежном листу, я здесь сейчас правильно скажу, My Heart at Edge, и программа для ведения родословными, тоже от этого сайта. Вот, и они как-то делали рассылку, что вот там скидки по ДНК генеалогии. И я такая, хобо, надо сделать. То есть у меня даже не мелькнуло мысли поискать на территории России аналоговую лабораторию. Вот, собственно, вот такой опыт у меня был. Я надеюсь, я ничего не забыла вам рассказать. Значит, он с меня останется. Вот, если есть какие-то вопросы задавать, постараюсь ответить. Хотя, как бы, я не специалист по ДНК. Вот, ну, надеюсь, вам было интересно это видео. Хотя, я что-то как-то засмущалась, застеснялась на эту тему беседовать. Да, ну, на этом всё. Пока.